Всем привет! С вами Джейн Фокс и сегодня я снимаю новое видео, в котором я вам покажу топ 4 самых необычных лизуна-липучки. Кто еще не знает, у меня есть своя собственная коллекция покупных лизунов. А кто ее не видел, то на канале создан отдельный плейлист, где вы можете их посмотреть. Обязательно заходи, смотри и пиши в комментариях, был ли у тебя такой лизун. Сегодня у меня будет вот такой лизун-липучка в виде морской звезды. Дальше у меня идет большая и толстая мышь, затем лизун-антистресс. И последнее это стеклянная сороконожка. Вот такую липучку в виде морской звезды я купила всего лишь за 27 рублей. Это одна из самых дешевых липучек в моей коллекции. Казалось бы, это самая обычная липучка, но вот эти мелкие детали в виде пупырышек на ее щупальцах делают ее один в один похожа на самую настоящую морскую звезду. Если эту звезду вытянуть вот так вот и сделать так руки, то она похожа на Патрика из мультика Спанч Боб, только синего. Что я могу сказать? Эта звездочка просто обалденно тянется в разные стороны за все щупальцы. Если ее взять пятером так руками и растянуть, то получится гигантская морская звезда. Она уже хочет на стену. Поехали в стену. Ничего, она быстро скатывается. Давайте еще раз. Попытка номер два. Раз, два, три. На ощупь эта звезда довольно-таки липкая, но почему-то она не липнет ни к стене, ни к холодильнику. Ладно, давайте попробуем закинуть ее на потолок. И закидываю Лизу на наш бедный потолок. Давайте. Раз, два, три. Во! Вот там вот она залипла. Еще размазалась, как сопля. Зато она забавно свисает. Если я сейчас дотянусь, то... Я уже на пальчиках стою. Я сейчас ее сниму и попытаюсь как-нибудь забавненько подвесить. Например, за щупальца. Раз, два, три, четыре, пять. И она как будто так начинает сползать с потолка, но держится за щупальца. Классно. Ее можно еще так растянуть и тоже залепить на потолок. Давайте попробуем. Я ее вытяну и вот так залеплю. Ладно, давай вот эту попробуем. И последняя. Не хочет липнуть. О! Получилось! Если вы купите этот Лизун, то он будет вот так вот забавно выглядеть на вашем потолке. Отлепляется этот Лизун неплохо. Если лидов остается не так много. Вуаля! О, пятнышко осталось так. Даже если подвесить ее за одну щупальцу, то это тоже будет выглядеть очень забавно. Как будто такой человечек свисает с потолка. Мне кажется, это очень даже неплохой Лизун, за счет того, что у него есть много конечностей. И можно по-всякому побаловаться. Стоит всего лишь 27 рублей. Ух ты, гимнаст. Вау! Вот такая липучка в виде мыши стоит 35 рублей. Так как она у меня лежит на ладошке, она похожа на какую-то дохлую мышь. Ну или ей очень плохо. Сама по себе эта мышь мега жирная. Как будто ее кормили с полгода и она просто не останавливаясь ела. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Но мне нравится ее цвет. Он такой черный, глянцевый. И самое кайфовое в этой мыше это ее красные глаза. Если вы помните, то в моей коллекции уже есть маленькие мышки. Но по сравнению с этой они выглядят вообще безобидно. Эта же такая большая, плотная и выглядит устрашающе. Зато она головой забавно умеет делать. Вот так. Как будто ее ломает. И вот так. Мне кажется, что если ее вот так вот подвесить за хвост к потолку и она будет создавать еще такое движение, то это будет очень страшно. Раз, два, три. Очень необычная дохлая мышь на потолке. И давайте попробуем ее отлепить. Посмотрим, как она у нас снимется с потолка. О, глаз остался. О, стукатурка отпала. Но за хвост у меня получилось прицепить. Выглядит, как будто она где-то застряла хвостом и не может выбраться. Мне кажется, с такой мышей на потолке можно забавно над кем-нибудь подшутить. Она так страшно свисает. Еще и дергается. Тот, кто будет заходить и смотреть на это, будет прям в шоке. А если она еще классно упадет ему на голову, то будет вообще супер. Не! Она упала в горшок с землей. И вот такую лампочку лизун Тиран-Антистресс я купила за 59 рублей. В этом лизуне, как всегда, веселая водичка. Кстати, здесь глаз немного потек. О, он выглядит как шрам. А также этот лизун немножечко липнет, а значит, что он может зарикнуть только на потолок. От того, что ты его мнешь, удовольствия особого не получаешь, поэтому давайте не будем его долго мучить, а закинем на потолок. Если наш лизун заликнет вот так вот, не лицом к вам, то это будет тупо лампочка на потолке. Но если ее подвесить вот так вот личиком к вам, то выглядит это будет очень забавно. Такая веселая лампочка. Четко залик. Вот такая забавная сороконожка, ну или гусеница, стоит 50 рублей. Она очень здорово тянется. В ней нет ничего необычного, кроме его ярко-зеленого кислотного цвета. И ей можно забавно шлепнуть, вот так. А также забавно, что эта липучка вот так весело двигается. Особенно ножками перебирает. Как живая. В моей коллекции уже есть похожий лизун, но такого черного цвета и тоже много ног. Все. Как вы думаете, можно ли с места достать ее до холодильника? Давайте попробуем. И да. Давайте еще раз. Запросто. Это очень большой плюс таких длинных липучек. И все-таки я хочу достать магнитик, магнитик, но не какой-нибудь, а самый крайний. С Дедом Морозом. Да! И да, она очень хорошо липнет. Она так необычно выглядит, такое едкое желтое бетно на потолке. Это вообще что-то необъяснимое. Это какая-то колбаса, с которой свисают несколько ножек. Все-таки она съела кусочек побелки. Сильнее потянула. Наш потолок нужно вложить в больницу. Сегодня вот такие необычные лизуны пополнили мою коллекцию. Хоть это все и липучки, но они все равно чем-нибудь и отличаются. Например, кто-то сильнее тянется, кто-то хорошо липнет, кто-то снимается с побелкой, кто-то без. И по дизайну они тоже все разные. И все очень забавные. На мой взгляд, из этих липучек самый наименьший балл получила вот эта лампочка. А самый наибольший... Мне понравилась звезда. Не забудь подписаться на мой канал, если ты на него еще не подписан. И поставь обязательно лайк моей коллекции. Ну а с вами была я, Джейм Фокс, и ваши любимые лизуны. Всем пока-пока!